Тема, которую мы не можем игнорировать, это технологии и взаимодействие детей с технологиями. Мы сами уже, можно сказать, почти 20 лет так или иначе с ними взаимодействуем. Наше экранное время повышается с каждым годом. И как нам относиться к гаджетам, которые в нашем доме, во-первых, есть, дети ими пользуются. И вторая часть вопроса, в какой момент жизни ребенка ему уже можно и нужно, и будет полезно подарить, купить собственный гаджет? Замечательный вопрос. Он хорошо сформулирован. Он отражает где-то нашу современную действительность, но, как мне кажется, содержит там ложную предпосылку. Но это понятно. Мы живем в этой парадигме. Мы считаем, что мы без гаджетов жить не можем, и, следовательно, дети жить без них не смогут тоже. Думаю, что это где-то заблуждение. Эту предпосылку, по крайней мере, можно откорректировать. Гаджеты, которые дают свободный доступ к интернету и представляют широкий спектр развлекательного контента, не являются жизненно необходимым для ребенка от нуля до... И, слушайте, тут можно поспорить, насколько действительно ребенку нужен гаджет и на каком этапе он ему действительно реально необходим. Да, из-за того, что учебные процессы сейчас зачастую включают в себя элементы работы с электронными носителями, мы, конечно, не можем этого избежать. Но, опять-таки, это же достаточно ограниченный спектр вопросов, которые можно контролировать. Поэтому, мне кажется, для учебных целей детям больше, наверное, нужен какой-то домашний компьютер. То есть что-то, что находится в публичном доступе и регулируется по доступу, по времени использования, соответственно, по содержанию того, что может попасть на экран. Вот гаджет, в смысле смартфон, ребенку, как мне кажется, ну прямо вот вообще не нужен. Пока он, ну просто жизненной необходимости в этом не появится. Ну просто какие-то жизненные ответственности не потребуют от него выполнения. Звонилка обычная с кнопками, блин-блюн-блюн, она, в принципе, пожалуйста, доступна, и ребенок может ей пользоваться, ну как только в этом потребуется необходимость. Например, отвезти куда-то, оставить одного, на что бы была связь. Вот, я, честно говоря, не вижу никакой необходимости подсаживать детей на планшеты, телефоны, на просмотр видеоконтента из интернета, мультипликационного или какого-то там ни было, с раннего возраста. Это не является необходимым, мы все это не свидетели. Мы росли совсем в другом контексте, жили, справлялись, выросли, ну, вроде бы, более-менее адекватными людьми, адаптированными к условиям существования в современном обществе, где-то учились работать с ними попозже, но ничего страшного, не умерли. Но вот это вот засорение сознания ребенка огромным количеством разной информации, потребляемой через мультфильмы, начнем с них, потому что обычно детей приучают, как, знаете, к наркоманской дозе, к просмотру большого количества мультфильмов, на самом деле не является нуждой ребенка. Это не часть нашей заботы о них. Вот чтобы они были сыты, в тепле, да, там, одеты, нашей любовью, лаской, пригреты, чтобы они получили внимание родителей, чтобы они научились общаться друг с другом, чтобы они научились креативить, если позволите такое слово, собственными руками, да. Да, это мы можем научить, но для этого не нужен гаджет. Поэтому я думаю, что чем позже ребенок получит свободный неконтролируемый доступ или трудноконтролируемый доступ к интернету, тем лучше.